Депутаты Тверской городской думы помогли детскому саду номер 51 в Твери. На выделенное средство проведен косметический ремонт пищеблока и лестницы. Об этом смотрите прямо сейчас. Двухэтажный детский сад на Московской улице выглядит весьма современно. Хотя дошкольное учреждение построено аж в 1941 году. Как рассказала Анна Степанова, заведующая детским садом, даже во время Великой Отечественной войны детский сад не прекращал свою работу. Здесь велась работа по воспитанию детей, сотрудников, которые восстанавливали город, потому что во время войны был разрушен мелькомбинат, была разрушена 10-я гимназия. То есть и много-много зданий, которые требовалось восстанавливать. В этом году в дошкольном учреждении при содействии депутатов Тверской городской думы проведен косметический ремонт пищеблока. В помещении сияет новой плиткой, чистотой и стерильностью. Кроме того, приведена в порядок лестница. Сейчас в дошкольном учреждении 6 групп и воспитывается 160 детей. Когда-то детский сад служил городу и помогал его восстановлению. Сейчас весь город помогает восстановлению нашего дошкольного учреждения. И администрация города Твери, и депутаты, и, конечно же, наши родители и сотрудники. Все вкладывают свою какую-то лепту. Все стараются, чтобы дошкольное учреждение соответствовало всем современным требованиям. По словам депутата Тверской городской думы Ильи Холодова, помощь дошкольному учреждению будет продолжена. Следующая проблема, которая требует решения – ремонт асфальтового покрытия во дворе. В следующем году мы попробуем в данном детском саду сделать пилотный проект по ремонту площадки, асфальтированию территории вокруг. И в дальнейшем распространим это на всю территорию. Также есть инициатива по созданию детских футбольных стадионов на территории дошкольных образовательных учреждений, что, я думаю, тоже мы в состоянии пробирать на детских садах Московского района. Кроме того, в дошкольном учреждении установлена детская игровая площадка по программе по укреплению материально-технической базы детских садов. Продолжение следует...